Вот, мы начнём. У нас сегодня просто совершенно замечательное событие. Самуэл Айрон Шурия согласится почитать нас с лекцией, посвящённой текстом, тексту, словам и всему остальному. Давайте поприветствуем. Большое спасибо. Я Самуэл Илья, Самуэл Илья, автор нескольких книг, член разных обществ, в том числе, действительно, члены академии русско-современной словесности, но всё-таки не настолько известных, то есть очень малоизвестных цепь, и, честно говоря, я не ожидал такого количества людей, хотя я вижу здесь несколько знакомых и очень приятно поделиться. Вот, так что я боюсь, что, не должен передвидеться против завышенных ожиданий, я боюсь, что от чистого и щедрого сердца организаторы немножко, ну, как сказать, может быть, дали слишком агрессивную рекламу. Знаете, как правильно бывает, что у вас сразу на занятия там разорьют левое полушарие или правое на уши писать, я считаю, что у вас талантки или что-то такое. Я считаю, что этого ничего не будет, конечно, и так не бывает, потому что я, те, кто занимается моих семинарах, знают, что я всегда говорю, научить писать книжки хорошо, искренне и красиво нельзя, научить нельзя, научиться можно. Для этого существует только три приема. Читать книжки, хорошие тексты читать, писать свои какие-нибудь и обсуждать их в конкурентной среде. Конкурентной. То есть есть такое, ничего лучше человечество не придумывало, есть институт ученичества, да, совершенно все равно, что те, что солярное мастерство, все равно у вас сначала, вот, там, ошкуривать поверхность, потом ее морилкой красить, потом, ну, в конце концов, достигаете того, что вам доверяют, сколотить табуретку, она падает, вы делаете следующее и так далее, и так далее. Тут совершенно то же самое. Поэтому я здесь не собираюсь, так сказать, я не думаю, что отсюда можно будет вынести какие-то за эти 45 минут, а потом у нас будут вопросы, можно будет вынести какие-то конкретные навыки. Я просто исхожу из того, что, ну так, такой дисциплины не существует, я сам ее придумал, вернее, придумал ее название, техника текста. Я просто исхожу из того, что вот я как человек, я сегодня ночью сосчитал, как человек, написавший за жизнь примерно 100 тысяч предложений, да, и из них ни одного совсем плохого, как мне кажется, Вроде бы я должен что-то в этом понимать, ну, просто по определению, значит, на что же я истратил, вот сколько я там печатаю, 64-го года, 46 лет своей жизни. Значит, я что-то должен в этом понимать, и, значит, когда я говорю о том, в чем я понимаю, я могу сказать что-то такое, или проговориться о чем-то такое, что кому-то, каждому свое, может быть полезно, одному одно, другому другое. А уж если у меня это не получится, если даже это не получится, ну, что же, значит, нам всем, и мне в том числе, и вам особенно, сегодня вечером не повезло. Вот, собственно, и все, так сказать, что касается предисловки. Тему мы придумали, сообщали, мне она нравится, как все эти слова, есть же такие слова, которые, да, они так много значат, и одновременно не значат ничего, чувство текста. Ну, это неплохое название для начала, чувство текста, но, значит, подразумевает, что ведь есть их как минимум два, есть чувство чужого текста, и чувство своего, это разные вещи, чувство чужого текста называется, вообще-то говоря, литературный вкус, умение отличать хорошее от плохого. Оно, по отношению к чужому тексту, это наша способность работает не совсем так, как по отношению к своему. Скажем, вот вам нравится, и все, вы стоите на этом. Чужой текст вам может нравиться или не нравиться, и вы правы в том или другом случае. По отношению к своему так не получается. Это показывает, что все-таки, когда вам в момент работы над собственным текстом он не нравится, очень может быть, что там что-нибудь не так, и надо вообще отложить до утра и перечитать. Те христианативные примеры, которые нам об этом поводу известны, как Пушкин, который восклицает и хлопает в ладоши, а это Пушкин, а это Супенцын, над Борисом Гогуновым, сначала кажутся очень убедительными, но, во-первых, все-таки мы здесь говорим не о гениальных текстах, правда, и не о гениях, а во-вторых, если вдуматься, положа руку на сердце, Борис Гогунов, ведь для многих не самое любимое произведение. Вот он вроде бы ни хлопало в ладоши, ни кричал, Супенцын, айде Супенцын, когда написал «Пиковую даму», и даже наоборот, несколько презрительно относился к этой своей просьбе, но ведь, пожалуй, «Пиковая дама» получше будет. Вообще, когда человек пишет текст и чувствует удовольствие, то в большинстве случаев что-нибудь бывает не так. Но, тем не менее, да, чувство чужого текста, литературный вкус, он вырабатывается как? Он конвенционален, да? Все равно все начинается с того, что кто-нибудь, отец, мать, любимый учитель, верная подруга, кто-нибудь, кому вы верите, говорит, что знаешь, ты слышала Битлз, ты читал Битлз, ты не знаешь, а Куджаву знаешь, да? И вы начинаете вот это любить, да? То, что любит некоторая дорогая вам среда, да? Те люди, то, что любят те люди, которых вы любите, да? Вот как это происходит. То есть, в конце концов, ваш вкус зависит от вкуса других людей. Но, с течением жизни, если вы этим вообще занимаетесь, а одна из главных вещей, которые мы делаем в жизни, это, то есть, собственно говоря, почти то, для чего живет наш ум, есть вырабатывательные способности отличать хорошее от плохого, вы, в конце концов, начинаете ощущать, что кроме вот этого общего, конвенционального вкуса, вот все люди с хорошим вкусом знают, что Мандельштам там великий поэт, а Станислав Куняев, например, плохой, да? Вот. Но кроме этого, вы, как правильно или поздно, начинаете чувствовать, что у вас есть еще и свой собственный личик, да? Вот личный. Это очень, надо сказать, дорогая способность, и она дает, ну, то есть, есть, наверное, люди с врожденным абсолютным вкусом к литературным, например, текстам, но я в это не очень верю, так же, как не бывает же людей, родившихся с языком, да, с врожденным языком, не может этого быть, да? Да, но, в общем-то, развив в себе вот эту способность, знаете, она связана с тем, что вы чувствуете от текста физическое удовольствие, физическое удовольствие, соединенное с волнением, с волнением не потому, что говорится о каких-то больших страстях, знаете, к юности мы любим ставить себя на место героя, мы переживаем за какие-то ситуации и так далее, это другое волнение, а мы просто волнением от того, что так, что-то, как хорошо написано. Если кто-нибудь вспомнит, как было бы, когда в первый раз мы стали на боку, ну, скажем, люди моего поколения, да? Как это хорошо, вот так прекрасно, что волнуем мышцы, просто от того, что прекрасно, да? Вот. Это довольно важно, вот это соединение физического удовольствия и волнения. Я по себе скажу, что вот я вроде бы всю жизнь этим занимаюсь, да, и очень много, например, писала в стихах, но только, может быть, в последние 10 лет, мы ему стыду, это не красит, наверное, есть люди, которым это далось гораздо раньше, но, может, 10-15 лет, как я стал, например, понимать, что есть, да, я всегда умел отличать старушистые стихи от классиков, так? Но, оказывается, есть другое, более тонкое и более глубокое развлечение между настоящими и ненастоящими, понимаете? Потому что хорошие стихи могут быть настоящими и ненастоящими, и некоторая часть плохих стихов может быть настоящими. Вот как-то это будет очень интересно. Я это потому сейчас в частности говорю, что, знаете, готовясь к этой лекции, я не готовился. Я одновременно так сложилось, я думал и переживал, ну, как-то так случилось, что в эти дни умерла замечательная Петербургская площадка, или я нашла, с которой вот тоже, я просто считал, ну, здесь, наверное, 46 или 47 лет, я думаю, на ком, да, наверное, так. И сейчас девочкой она была, когда мы в знакомились. Вот она умерла, и одновременно, поскольку меня просили там что-то написать, я пересчитывал ей стихи. Вот очень характерный пример, я решил, что если мне придется через какую-нибудь иллюстрацию текста, и, в конце концов, нам все равно какую-то, то я просто в память о Леониде Шварцене, или о какой-нибудь творении, или даже два, прочитаю. Вот как раз такой очень характерный пример. Ни гладких, ни красивых, ни... То есть есть масса стихов, которые можно назвать гораздо более хорошими. Это не хорошие стихи, это настоящие стихи. И есть разница, которую очень-очень трудно объяснить. Ну, вот она короткая, это читается. Жизнь — это темная прореха. И только нитью золотой отмечены души движения. То она прыгает через пропасть, то прямо в бездну оборвется. От всей парчевой, всей багряной, судьбы богатой остается, висящая в эти ненаднами, одна изнанка с золотыми бессмысленными узелками. Нет здесь, знаете ли, вот этой вот такой красоты, да, этой музыки, этой ритмы и так далее. Но, вообще-то говоря, вот как если... Но если на секунду остановить свое внимание, да, и понять, что здесь сказано, да, что вот висящая над нами твердь с этими звездами — это вот на самом деле изнанка, а лицевая сторона там, то это вообще, говоря, да, гипотеза, которую, да, никто никогда не проверит, не опровергнет, тогда мы не знаем, как на самом деле устроен мир. Но это одно из таких, ну, может быть, гениальных дожаток, да, какая-то... Здесь есть какое-то невероятное напряжение. Вот. Это что касается чувства тяжелого текста. Там вы получаете, так или иначе, вопрос наслаждения. Наслаждения и своеобразие вкуса. Кстати, о конвенциональности вкуса. Очень смешной пример есть у Лидии Яковлевны-Гинсбург в ее эссоистике, которую следовало бы каждому прочитать. Она там рассказывает про советскую женщину, свою подругу, светскую красавицу, такую интеллигентную, даму необычайной красоты, которая очень любила хорошо одеваться. Но что такое хорошо одеваться в 50-е, 40-е годы в Советском Союзе, да? Какая ты красавица, или полноргийца не будь, а все-таки ты одеваешься только в то, что продается, в то, что удается достать и так далее. И замечательную фразу сказала эта женщина, вот Камуруя с горечью сказала своей подруге или Денису, вот Камуруя, и никто так и не знает, какой на самом деле был у меня вкус. Вот. Это о соотношении личного и конвенционального вкуса. Что касается чувства своего текста, это совсем другое. Он не имеет ничего общего с удовольствием. Это даже скорее похоже на то, что, наверное, чувствует на репетиции дрессировщик каких-нибудь ужасных, вообще говоря, ну или опасных змеи. Вы на самом деле находитесь, когда вы работаете, просто вот перед вами, или в предстоимой ситуации перед вами лежит весь бумаги, у вас, или, допустим, компьютер, ладно, теперь компьютер, хорошо, и вам нужно к завтрашнему дну или через час нечто написать. Каждому знакомо это чувство. И вот, понимаете, в чем дело? Оказывается, что вы вы находитесь в некотором поединке собственного умома. Вы пытаетесь им управлять. Вы знаете, что вы можете это написать, но вы не знаете, что. Вы должны извлечь из своего мозга то, что там в нем содержится. Вы должны это сделать, а он вас не слушается. А он думает про другое. Значит, первое, что вы должны сделать, да, извините, я вот, видите, все говорю, вы должны, вы делаете, и так далее, и получается некоторое такое повелительное наклонение. Я ничего с этим не могу сделать. Понятно, что я описываю только свой опыт, да, а не диктую вам какие-то правила, нет? Ну, просто в такой форме как-то это легче сделать. Так вот, первое, что вы должны сделать, это усиление некоторой концентрации, да. Конечно, никто из нас не знает, иначе, как из литературы, и вообще из других текстов, как думают другие люди. Я не знаю, как думаете, как устроена голова у каждого из нас, все это мы знаем только по литературе, это очень условно. но судя по мне, так сказать, я думаю, что мышление человека не представляет собою, оно же не прекращается ни на секунду, да, но оно не представляет собою одной бегущей строки. Я себе представляю это таким образом, что вот несколько параллельных, и не всегда параллельных, иногда пересекающихся, бегущих строк идут в моем сознании. То есть даже сейчас, когда я, вот скажем, сконцентрировал на том, чтобы прочитать вам вот этот текст, не забыть всего, что я хочу сказать, и так далее, я все равно попутно кого-то вижу, да, замечаю, не знаю, сколько времени, как темнеет за окном, и если бы, внимательно, если бы у меня было время об этом подумать, то я бы еще поймался на том, что я еще о чем-то помню, о том, что будет после этой лекции, или о том, что было до, и так же точно у каждого из вас, но особенно, когда слушаешь, да, это несколько нитей, а для того, чтобы писать текст, и для того, чтобы написать его как можно лучше, вам нужно их соединить, вот знаете, это именно как сучение нити, да, вот когда, значит, несколько, несколько из них, вот так вот скручиваете, да, пока не получается одна, то есть в идеале это должна быть одна нитка, одна прямая линия, все ваше мышление должно превратиться в одну прямую линию, это, ну, надо сказать, что это да, невероятно трудно, правда, если это удается, то она начинает, этот текст в вас, потому что в конце концов, значит, у меня состоялись тексты, я об этом еще скажу, этот текст в вас, он начинает, соединившись, вот так скручившись в одну линию, в одну нитку, горящую, да, он начинает идти гораздо быстрее, вот это тот процесс, который, вот этот, тот эффект, который, когда он удается, да, вот, это то, о чем говорит в своей новинковской лекции Бродский, когда он говорит, что вот, сочиняя текст, сочиняя, он говорит о сердцах, вы включаете в некоторое ускорение сознания, об этом же говорит Пушкин, говорит о том, что вдруг у вас возникает состояние очень быстрого соображения понятия, да, тут можно в конце концов дойти до того, что, когда эта нитка делается сверхтонкой, у вас возникает, может возникнуть, но это бывает, не знаю, у меня, например, за жизнь было несколько раз всего, ну, больших писателей говорят, они говорят, что это бывает довольно регулярно, да, возникает ощущение вплоть до того, что уже вы, что это не в вас нитка это звучит, что это не ваш голос в вас звучит, а что вам как будто вы диктуете секс, да, это иллюзия, конечно, и должен вам сказать, из длительного опыта работы с разными авторами, а я, как некоторые знают, много-много лет, был редактором журнала, много видел, мы с вами, автор почитал рукописи, должен вам сказать, что я, почти нет такого графомана, я почти не видал такого вот безданного графомана, который бы не был уверен, что ему диктуют музыку, и что он находится в состоянии, на ней. Это фантомное ощущение, тут надо, надо себя ужасно, вот, контролировать. Собственная вещь идет о том, что в момент техники главные чувства пишут, и пишут, как это вот сказать, тексты, которые вы пишете, да, главное ваше ощущение от текста, который вы пишете, это вы ведете на пристальную борьбу за контроль, так сказать, за контроль над своим умом, так, над своим сознанием. И тут очень важно, это не относится к делу, но все-таки одно на что относится, очень важно все-таки вот это помнить, что не надо, даже когда вам кажется, что вам писать легко, это должно насторожить, ни в коем случае до последней секунды, до последнего дыхания жизни не надо говорить себе, я гений, этого нельзя себе говорить, вот, просто потому, чтобы не выстроить собой смешную, потому что глупые люди или бездарные люди очень часто это делают. Очень. Вот. Значит, как же достичь этой концентрации? Как сделать, чтобы текст назвался? Тут есть очень специфическая вещь. Вы должны прежде всего, что бы вы ни писали, рекламу, но я все-таки говорю, так сказать, о прозе нон-фикшн, да, я могу отдельно когда-нибудь, могу бы, наверное, рассказать, что я думаю про стихи и отдельно про билетристику, но это все-таки большие отдельные темы для своих приемов. Я говорю вот об этих жанрах наших, ну, словно говоря, обо всем, что теперь называется эссеистикой, правда, теперь эссеистикой называется любая газетная заметка, любая рекламная заметка и все что угодно, а в ту пору, когда я сочинял первые вещи, которые теперь называются эссе, значит, ну, у тех людей, которые пишут и что во мне, вот, тогда это слово даже существовало было под запретом, да, а теперь это самое популярное и модное слово. Ну, вот, в общем, все-таки мы говорим о дару. Так вот, когда вам нужно нечто такое написать, что бы это ни было, газетная колонка, рецензия, ну, вот реклама, вы должны представить себе объем, мысленный объем, который вы должны заполнить. Заполнить объем, это, пожалуй, подобно, как бы, сказать, я имею в виду, да, конечно, просто вот, это, в профессиональном смысле, когда, вот, объем этих книжек, 4 авторских листа, но я имею в виду, нет, физические почти ощущения, вот, то, о чем музыковеды, говорят, о музыке, да, вот, у симфонии есть, у симфонии, у ронды, у любого же, есть музыкальное тело, да, вот композитор, он чувствует объем своего произведения, хотя, вроде бы, его, это не пространственная структура, да, мыслительная, воображаемая, он постигаемая структура, но вот вы ее должны, да, физически, представить себе, это абсолютно необходимое свойство профессионала, просто, ну, с этого начинается любой профессиональный разговор, а какой текст? 2,5, 3,5, 5, 5,5, ну, обычно, 5,5 не бывает, да, что такое 5,5, 5,5, 5,5, 6,5, 6, в среднем 6 знаков, да, пробелы, в общем, надо делить на 7, его узнается, сколько слов, на странице машинописной, старинной, как сказать, машинописной странице, это, 1800 знаков, на книжной странице обычного формата, прозы, это, ну, примерно, 2, 2, 200, да, на компьютерной странице около 3 тысяч знаков, нужно, я бы советовал, если бы говорить о каких-то практических советах, я бы советовал любому человеку, желающему профессионализироваться, несколько раз, вот, просто это проверить, просчитать, переписать, если надо, вот, какую-то, какую страницу, что раз не всегда запомнить, ну, раз не запомнишь, не всегда, но, на 5-6 раз, начинаешь физически ощущать, сколько тебе это писать, сколько тебе работать, рукой и головой, какой это объем занимает твоей голове, да, вот это вот чувство объема, оно абсолютно необходимо, потому что, в частности, оно определяет темп, да, если вы, значит, должны написать одну страничку про все равно какую тему, если вы должны написать 5 страничек, это же, согласитесь, совершенно по-разному, начинаем, у вас, особенно темп сначала, потому что, если вы этого не чувствуете, то вы рискуете, после первого же, обзяться, провалиться в некоторую яму, да, дальше, вы написали уже, уже написали, вот в таком быстром тексте, дальше, что делать, потому что, самое трудное, ведь в нашем деле, вообще-то говоря, не слова, ну, это тоже очень трудно, и самое трудное, когда вы пишете текст, это, вообще-то говоря, это, там есть такие, вот, для меня ужасные трудности, нужно сочинить первую фразу, такой, чтобы хотелось написать следующую, вот так, такую первую фразу, которая предполагает следующую, но еще более трудно переходить от абзаца к абзацу, вот эти, так называемые мостики, вот это искусство переходов, о котором, кстати, говорили, исключительно хорошо написано, знаете, в той книжке, комментарии Набокова к Евгению Онегину, вот он показывает, ну, Онегин действительно, как раз, как раз то, что нам тут нужно, вот как перейти от строки к строке, от темы к теме, как все включаются, это и есть искусство текста, искусство перехода, еще сложнее, еще, строку написать невозможно трудно, да, в нашем случае абзац, но перейти от строки к строке, естественно, да, так, эта прямая линия не прерывалась, несмотря на то, что она загибается, вот это вот, это вот очень трудно, ну, и тут, конечно, возникает, это еще одна сложность, возникает вопрос темпа, потому, что мы должны понимать, что, может, не говоря о том, как мы пишем, да, я не знаю, у меня, по-моему, какой-то там ужас, я считаю, колонка в эти самые пять тысяч натор, у меня занимает всю ночь, то есть, в общем, я все это считал, получается, что, не знаю, на предложение, что ли, тратиться, чуть не получится, это очень медленно, это у всех все по-разному, но это не важно, а важно то, что человек, который читает ваш текст, читает его медленнее, чем думает, да, скорость мышления ему быстрее, чем скорость чтения, да, и вы должны это как-то согласовать, потому, что человек, да, если он вас отгоняет, а текст ваш отстает, то ему уже скучно, постепенно накапливается, микроны такие скуки накапливаются, да, но они накапливаются, если тяги длинные, а он уже все понял, а вы еще, еще там у вас сколько-то абзацев впереди, у него читатель возникает ощущение, что вы сложно написать, да, в общем-то, да, значит, это вот проблема темп. Тут надо тоже, опять же, учиться, да, и учиться, вот я обычно всегда привожу к примеру поздние маленькие вещи Бунина в 30-е годы, когда вдруг вот так начинается, как быстро у него начинает каков-то страничный какой-то текст, вот как он умеет сделать так, чтобы не было, не убирать подлежащие, надо убирать сказу, неважно, кого подзовут, просто сразу, ударил по струнам, ну, или под Пушкинский наиграли, как-то на гвардейца на Румова, и все, сразу пошло, да, безлучайно, вот, но тут это все, конечно, гармальное, а главное, вот, вам же задано написать, вам задано написать, про что-нибудь, обычно ведь легких заданий не дают, вам задали какую-то тему, не знаю, юбилей, логое, или открытие, там, все равно, что-нибудь, выставки, экспо, и так далее, ну, мало ли, хорошо, или, я не знаю, что такое красота, вот, и тут возникает каждому знакомое чувство, значит, что тоже мне написать, потому что, во-первых, я ничего про это не знаю, а во-вторых, конечно, про это же все знают, все сказано, написано, и так далее, и вот, что же делать? Как вообще, ну, я же не хотел, еще пять минут назад, пока не получила про задание, я не хотел про это писать, я про это ничего не думал, я про это ничего не знаю. как мне сделать так, чтобы мне было интересно это писать, потому что, видите, в чем дело, текст такая коварная вещь, что если, там все, абсолютно все передается, если вам не интересно писать, вашим читателям будет неинтересно читать, если вы чувствуете тоску и уныние, ваш читателям почувствует, что вы, когда писали, чувствуете тоску, и уныние, даже если напишите, это чуть смешно. Настоящий текст передает абсолютно все, он идеально проводит. Ну вот, я знаю на этот вопрос один ответ, на вопрос, как пробудить в себе интерес к тексту, чтобы начать выписать, нужно почувствовать интерес, аппетит какой-то, да, как бы ни было, тяжело, плохо, болит голова, скучно, не сейчас, но встал сколько-то часов, да, значит, тут есть несколько приемов, но самый первый и элементарный, вот допустим, допустим, что у нас действительно нет ничего в голове на эту тему, так? А ведь нельзя чувствовать себя глупым, невежим, когда пишет, когда вы пишете, вы, человек, вообще, живущий в тексте, есть представитель абсолютного ума, носитель абсолютного ума, нет смысла писать глупый текст, в данный момент, значит, как автор этого текста, вы самый умный человек в этом тексте, а стало быть, и не так, да, знаете, я думаю, есть для того, чтобы сохранить вот это самоуважение, да, есть простой способ, ну, это крайний, конечно, способ крайний, но он состоит просто в том, что, так или иначе, и про что бы вам не задали писать, все равно это что-то, да, реальное, это, есть какие-то, не знаю, ну, вы описываете парад на красной точке, вам противно, скучно, и так далее, но вы же можете не написать глупость, вы должны написать просто то, что есть, вот то, что есть, вот то, что вы, например, видите, или, ну, я не знаю, все, что там, пропорок, всегда же существует некоторая группа факторов, да, сведения, которые можно взять там, здесь, конечно, и в Википедии, и в интернете, но лучше быть, конечно, каких-то книгах, Микеланджело это будет, или Тициан, или, не знаю, Шубер, которого вы ничего не знаете, все равно есть какие-то факты, их можно расположить и написать, просто написать факты, потому что, ну, что же, если нечего писать, вы написать правду, да, просто самую правду, и все, и тогда ваше достоинство состоит в том, что я не умничаю, я пишу правду, и ставлю себе задачу, сказать ее как можно короче, как можно точнее, как можно проще, да, и тогда у вас возникает интерес, вот вы выписываете все эти фразы из интернета, из Википедии, и так далее, вот, значит, а там, это как правило, написано расплывчато, написано, игра написана, плоско, и так далее, а вот, значит, там хочется вот эту скрепочку разогнуть, а вот это вот острияно точить, и сделать так, чтобы слова не, ну вот вы пишете, элементарные факты, элементарные предложения, и видите, что немножко монотонно получается, значит, вы стараетесь, чтобы не было так монотонно, вы стараетесь, чтобы слова были разные, чтобы не повторялись, просто слова в этой вашей колонке, раз, потом вы видите, что вот у вас предложение, немножко похоже друг на друга, каждый из них кончается, предположим, на безударные слова, или на ударные, и опять возникает вот это, чувство монотонии, которое в вас же начинает томить, и возникает такой вот, да, интерес, а сделаю-ка я это чуть-чуть иначе, подлинчу, вот так вот, вот так вот построю, чтобы это было, ну, хотя бы, очень чисто написано, есть своя красота, и тут у вас возникает некая интересность, но это самый крайний случай, когда вы пишете про нечто абсолютно чуждое, вы можете обойтись, ведь главное все-таки не солгать, да, вы, потому что лживый текст, что же говорить, мы здесь, я бы просто, лживый текст, это возможно, что можно об этом тоже отдельно, но это не сегодня, значит, но это крайний случай, потому что на самом деле, надо знать, по крайней мере, мне кажется, так, ведь Леваток меня в этом убедил, когда-то я с такой, даже некоторой радостью это обнаружил в молодости, что на самом деле нет ничего такого, о чем мы ничего не знаем, это неправда, понимаете, это все-таки неправда, человеческий ум устроен таким образом, что какой вы не поставите перед ним предмет, он будет иметь о нем свое суждение, надо только его в себе найти, да, вы никогда не думали ни о Шуберте, ни о Метеллянжево, но если вы подумаете, то окажется, что вот через какие-то гиперссылки, существующие в вашем уме, вы что-то слышали, что-то знаете, у вас было какое-то ощущение, хотя бы однажды, вам понравилось, не понравилось, что-то такое случилось, на самом деле внутри вас, внутри каждого из нас находится некоторая формула, это правда так, это почти мистика, но я в этом много раз убеждался, вот я помню, когда, как раз, когда я о живописи писал, а у меня не было искусствоведческого образования и так далее, а вот, ну, я не знаю, вот, скажем, я, ну, Рембрандт, да, вот я иду на выставку Рембрандта, и у меня такое вот ощущение, чисто физическое ощущение, а это как раз была выставка портретов, да, что, вот я тогда впервые это поняли, кстати говоря, о текстах, что вот эти портреты, даже, вот эти тряпки, разрисованные, значит, украсителями, раскладываемыми в масле, да, но я, вот как будто физически ощущаю излучаемый этими изображениями текст, да, вот они мне что-то говорят, так, и так далее, ну вот, и, ну, еще раз, другие вещи, в общем, что ты начинаешь так думать, думать, понимать, очень важно поставить для себя вопрос, на что это похоже, потому что этот вопрос включает воображение, все на свете вещи, мельведин, хотя и конечный, для нас все на свете вещи имеют тайные сходства, да, и сама гениальность ведь, и что иное, как способность к аналогиям, да, то, что гениально же сформулировал Ломоносов, сближение далековатых понятий, вот, собственно говоря, формула, для него эта формула метафора, для меня это формула остроумия и гениальность, как частного случая, остроумия, так вот, если это похоже на что-нибудь, из вашего детства, из вашей жизни, мало ли на что, бывает похоже, иногда, самые странные вещи, и предмет, и ситуация, и проблема, проблема, может быть, похожа на игру, которую вы играли в детстве, там, не знаю, в песочнике, да, чем неожиданнее, чем дальше сравнение, надо только найти его в себе, и как будто вы его в себе находите, у вас включается воображение, оказывается, что вы нечто знаете о вещи, что опыт, уже существующий в вашем мозгу, позволяет вам, для того он существует, опыт, что он позволяет нам подходить к новым вещам, и разбираться в их сути, я не дам глаз, к сожалению, в Советском Союзе, и в России, сейчас, какое-то вот такое образование, что об этом приходится говорить, как об абстрактных вещах, но когда, скажем, у меня были такие опыты в жизни, вот так, представьте, преподавал, и даже русскую литературу, разбирался с ними, преподавал американским сержантам, ну, вы знаете, что сержанты, это не мультир офицер, но, американские, но все-таки, ну что, солдаты такие, громадные шкафы, которые, конечно, ну да, и там, учили предположим русскому языку, ну, в таких пределах, да, где находятся деревни Гадюкино, или какие-то, да, вот, ну вот, а вот мне нужно с ними, мне нужно им объяснить, я не знаю, какое-нибудь важное понятие из русского языка, или обсудить текст в Ленчике и Рокеи, или еще датскими студентами, войнами даже, вот, и вы знаете, вот они-то так воспитаны как раз, что вот они-то вот в том, что я сейчас вам говорю, нисколько не сомневаются, им это и рассказывать не надо, потому что, он так устроен, американский сержант, а, видимо, и каждый, так сказать, это пустынка, такое, что, американского учебного заведения, что, значит, вот имеющегося у него опыта, достаточного, чтобы составить свое мнение о любом предмете, он должен его составить, он может написать, ну, абсолютно, абсолютно неожиданную, предположим, ерунду, да, ну, ваш, но, это будет его мнение, он вам его докажет, и он его обязательно выскажет, до конца, потому что в этом, так сказать, достоинство его ума, вот, я очень зауважаю, в американских, нациклажах, на этом. Так вот, значит, уверяю в вас, что нет, это не значит верхоглядство, нет, я не к тому говорю, что каждый из нас что-нибудь, о чем-то слышал, мы все учились по нему, чему-нибудь и как-нибудь. Я говорю, что при сильной концентрации можно найти в самом себе соответствие тому, про что писал музыку Шуберт, или про что писал картинки Лембом, или о чем говорит вот какой-то политический деятель. Можно в нашем уме найти этому соответствие, на что-нибудь похоже из того, что мы уже переживали. Вот, и тогда уже текст идет, он идет, тогда включается воображение, и текст идет, как некоторое, да, по правилам некоторой игры. Тогда становится лучше. И мы решаем уже дальше более технические задачи. Знаете, они, ну, которые, конечно, легче разбирать в маленьких семинарах, на конкретных примерах, поэтому здесь я их только обозначил. Ну, слово, да, мы все-таки живем в такое сейчас странное время, когда, не странное, наверное, замечательное время, но в общем сейчас писать, я не говорю для текста, да, сейчас писать текст, пожалуй, труднее, да, потому что, вот, всеобщая грамотность, коммунитаризация, да, люди перестали сильно различаться по характеру речи. Еще в 19 веке можно было легко изобразить кого-нибудь христианин, который говорит, нонича, там, да, или что-нибудь еще такое, да, можно было, купец говорит, так, христианин, так, граммин, так, разночинец, этак и так далее, хорошо, ну, что-то уже теперь не получается, так, горожанин, деревенский человек, вы не сделаете ничего, так же, как в описании человека, ну, как, чем это, как, может, пробовали, кто знает, мы пробовали описать человеком метро, угадайте по его внешности, кто он, да, кто он по профессии, и даже кто он там, знаю, по семейному положению, по доставку и так далее, произошла некоторая унификация, плюс интернет, вот, где все мы, все являемся авторами, не знаю, каждый человек, кто-нибудь каждый день пишет, и так далее, все более-менее похожи, все более-менее владеют речью, и так далее, и слова перестают различаться, да, они потеряли какую-то окраску, они довольно мало значат, это очень трудно, да, придать слову какой-то вес, да, ну, это такая уж, значит, тема, ну, понятно, что само по себе, теперь, короче говоря, слово не обладает окраской, весом, теплотой, слово приобретает эти качества, так же, как живут и селят, значит, свет создается окружающим, да, светами, так и слово приобретает свой дополнительный смысл, а то что она отдаетесь в контексте, да, с окружающим. Оставим это до семинарского принятия. Но вот, значит, вопрос о предложении, это очень важный вопрос, о фраге, о предложении. Я, кажется, говорим и здесь, и в других местах. Замечательное определение Эггенгуэя, вы спросите, что вот почему писатель, кто такой писатель? Писатель это человек, который любит составлять предложения. Любит составлять предложения, значит, любит писатель. Вот. Это теперь основная единица. Так? И должен вам сказать, что есть тут вот, это, может быть, самое сложное из всего, что я сегодня хочу сказать, потому что должен вам признаться, что вот я собирался говорить 40 минут, а это я на середине второй страницы моих тезисов. Так что все мне сегодня не рассказать. Вот. Но все-таки вот это тогда будет, может быть, самое сложное. Дело в том, что, да, может и правильно, потому что все-таки это трудно на слух. Ну, я считаю, что есть три способа сочинять тексты. Зависит от того, куда обращен ваш голос. Так? Вот можно писать, и это наиболее частый случай, в интернете, вот, ВКонтакте, например, и в журналах. Как правило, вот эта мемера. Вы обращаетесь к тому, кого вы довольны. Так или иначе, он в пределах досягаемости вашего голоса. Вы разговариваете с ним и записываете эту как бы почти что устную речь. Так? Вы обращаетесь к тому, до кого может дотянуться ваш голос. Это установка на разговорную речь, на имитацию на письме, на разговорную речь. Так? Есть другой способ, когда вы, он применяется, когда вы пишете, каждый из вас писал, какие-нибудь там дипломы и курсовые работы, а может быть и диссертации, и вы вспомните, вы тогда пишете мне, ну уж, конечно, не видя лицо вашего профессора, не обратите, не так, чтобы он вас услышал, да, ваш научный руководитель или учитель и так далее. Да в школе сочинения тоже. Вы же, нет, вы пишете, как бы, вы заняты, у вас глаза на затылке, вы представляете свой предмет, свою проблему, свою тему, вы описываете, ну я знаю, вы пишете сочинения о, ну я не знаю, о том же Евгений Олегович, вы, вы, ваш предмет за вами, да, вы его представляете, вы находитесь спиной к тому, о чем вы, о чем вы говорите, да, и почти при этом не слышите своего голоса, у вас нет установки на разговор, у вас нет установки на того, кто вас слышит, у вас, все ваши мысли сосредоточены на том, о чем вы говорите, то, что за вами, не знаю, понятно ли я говорю, есть лицом к предмету истинным читателем, есть третий способ, самый трудный, каким-то уже сочиняются, не научные работы, и не письма пишутся, а которым, по идее, в принципе, пишутся великие тексты, да, это когда вы говорите, ну, то есть, довели себя до такого состояния, или жизнь вас до него или у вас так сильно энергия творчества, да, допустим, и гей, да, когда вы говорите никуда, никому, кому-то такому далекому, то его как бы нет, но это вместе с тем, вот Матерстамм говорит, дальним, дальним собеседнике, невидимым, как будто вы бросаете бутылку в океан, на самом деле, это очень трудно, это страшно трудно сделать, попробуйте-ка написать текст, обращаясь к нему, все равно у вас в голове те люди, ну, которых вы знаете, с которыми вы хотите говорить, но вот если вам удается достичь такой степени концентрации, такой степени одиночества, что вы обращаетесь далеко-далеко, никуда, вы настолько вытягиваетесь в эту прямую нитку, да, что сами становитесь ею, да, как бы становитесь одной из писемных принадлежностей, вас уже почти что нет, да, руки тянутся к перу, перу к бумаге, и так далее, а вас, в общем-то, нет, они сами текут, текст идет, он идет, сам по себе как будто живет собственной жизнью, тогда создаются великие произведения. Довольно трудно, требует огромного усилия воображения, но очень хороший текст должен совмещать все эти установки, да, потому что, ведь дело же, как бы это сказать, дело не в том, что вы это должны имитировать, а дело в том, что стиль это совпадение письменной речи и внутренней речи, понимаете, вы можете эту внутреннюю речь устроить как внешнюю, как устную, да, или Бога, можете ее устроить и так, по-разному, но текст-то получится, если будет совпадение, если вы будете писать, как бы, материализуя процесс своего мышления. Так, есть материализация нашей мысли, так? Писать, надо писать, как думаешь, думать, как пишешь, вместе с тем, это должно быть в темпе, в темпе вашей мысли, вот, тут возникает вот этот унисон, да, если вы пишете, если ваш текст работает в темпе вашей мысли, да, то он будет опережать просто читателя, и тогда у читателя возникает ощущение, что, ну, что он гонится за вами, тогда у него возникает вот это ощущение, которое называется, ну, я не знаю, острым интересом, да, тут возникает масса сложных проблем, потому что надо же найти в себе эту истинную интонацию своей внутренней речи, как-нибудь займитесь этим, помедитируйте, если у вас найдет часть жизни, послушайте, как на самом деле, что, с какой интонацией работает ваш ум, там же есть интонация в голове, или нет, она может, она бывает, например, очень монотонная, да, опять, вот это уже зависит от способностей человека, вот я так думаю, что, например, большой поэт, это человек, у которого очень гибкая, разнообразная, живая, непостоянная интонация внутренней речи, да, вот, значит, можно еще передавать при помощи метра, размера, видна, и так далее, и так далее, вот, в то же время ее же надо в себе эту внутреннюю речь как-то воспитывать, не просто вот она вам дана, ну что, а воспитывается она в колье текста, тут есть такая диалектика, потому что, конечно, да, текст отражает особенности вашего мышления, но с другой стороны, текст воспитывает ваше мышление, заставляет вас, заставляет вас, поскольку его, он же подчиняется некоторым своими закономерностям, он заставляет вас вознообразить интонацию, это вообще, еще раз, я вижу, еще одна отдельная, огромная тема, потому что, ну, как, вот в русском языке, например, в самом простом предложении, я не знаю, это три или четыре слова, да, оно же, все же зависит от порядка слов, да, каждое произведение предложения, я сейчас уходил, слушал по этому Москву, какой-то человек, а, Жириновский, сказал, а диктор говорит, про этого, только что погиб, полковник, пожарник, и так далее, и диктор говорит, что там, Владимир Жириновский предложил наградить полковника Чернышева посмертно, понимаете, но ведь на самом-то деле надо это, как мне, предложил полковника Чернышева посмертно наградить, правда, значит, даже это можно, но абсолютно любое предложение, мы пришли на лекцию Лорье, да, четыре слова, можно произнести несколькими разными способами, да, несколькими разными способами, в зависимости от того, как вы поставите ударение, а как это на письме изображать, идеальным предложением является такое, которое полностью передает свою интонацию, и это ужасно трудно, это страшно увлекательное занятие, переставлять слова, вертеть слова в предложение таким образом, чтобы оно абсолютно точно передавало свою интонацию, чтобы нельзя было понять двумя разными способами, чтобы это было, чтобы предложение как бороздка на пластинке, я не знаю, теперь диски все равно, значит, ну, то есть, слово нельзя было прочитать иначе, чтобы оно всякий раз воспроизводило одну и ту же интонацию, так бывает с великими текстами, я, по-моему, рассказывал, я присутствовал на удивительном опыте, на удивительном опыте, когда-то профессор Бенштейн, допустим, в четырнадцатом году записал, как Ахматова читает свое стихотворение, там, сколько-то строчек, да, а потом, в шестьдесят четвертом году ученик профессора Бенштейна, не разная сейчас как фамилия, записал, как Ахматова читает это стихотворение, она читала ровно те же сорок семь секунд, и диаграмма вот этой карты, она с циллограммом, все что угодно, график, повышение, понижение тонн и так далее, оставался одним и тем же, потому что это стихотворение вот так вот это намертво запечатлело, потому что замечательный текст, он он запечатлевает намертво свою интонацию. Ну, и тут опять же масса качественных проблем. Про абзац. Вы не очень устали, я перебрал время. Ты первая еще? Хорошо. Про абзац. Я уже говорил, очень это самое, это может быть труднее всего, хотя все самое трудное, предложение написать трудное, слово вспомнить правильно трудно, но очень трудно, конечно, переходить. Я тут написал, что для того, чтобы назначить или поставить новый абзац, чего почему-то вот я смотрю в интернете, да и в сочинениях моих учеников, я уже почему-то очень редко кто-то делает, но это культура за абзац. Есть три причины для нового абзаца. Во-первых, конечно, поворот мысли, вот мысли поворачивают и ходят куда-нибудь, а должен сказать, что вообще каждый текст в конечном итоге, как мыслительное тело, как этот объем, он в конечном итоге, сколько бы ни было в нем предложений, а каждое предложение по одноделению должно заключать мысли, все же есть в каждой текст есть некая сухая мысль, больше единицы, сухая, да, вот, и внутри него есть повороты, поэтому новые мысли внутри этой главной постановятся как повороты. Ну, надо это научиться, чувствовать, ну, впрочем, это само по себе, вы чувствуете, все, дальше я не знаю, что писать, и тут надо поставить абзац. Это первая, простая причина. Вторая, это все-таки, когда вы читаете, они иногда противоречат, но внутренне вы читаете, и у вас хватает дыхание, и нужно поставить абзац, конечно, хотя, мозг наш дышит не совсем так, как легкие, поэтому-то они расходятся. Ну, и третье, конечно, просто красота страницы, чего уже, по-моему, совсем никто не понимает, особенно в интернете. А должны же быть пробелы, пробелы, должны быть воздух на странице, вот нельзя, чтобы она была вот так вот, никому не интересно это читать, то есть глазам вашего читателя нужно тоже немножко отдохнуть, у страницы должен быть внутренний рисунок, у нее не должно быть пустоты, так не должны быть пробелы. Ну вот, приближаемся к некоторому финалу. Вот что я хочу сказать в более философском смысле. Текст – это территория ума. Так? Пока мы живы в сознании, и даже, наверное, когда мы без сознания, пока мы живы, если мы детство научено говорить, в нас бьется как пульс текст. Известный физиологический факт, что молчим мы, спим, что угодно, значит, вот поставить сюда ларингофон, наши связки работают, отражают действия нашей мысли. Наша мысль есть текст, это бьется у нас в голове, и наши связки беззвучно его повторяют. Отсюда некоторые люди, в том числе евроцкие, например, так как бы метафорически говорят, что наша гортань и есть место пребывания так называемой души. Но вообще-то это просто правда. Просто правда потому, что надо пойти еще дальше и сказать, что мы, независимо от наших религиозных возделений, мы осознаем в себе наличие текста. Декарт, известно, с чего все это начинается, с чего начинается осознание, основной факт бытия состоит в том, что я мыслю, пишет Декарт, я раздвину существую. Отсюда начинается вся новейшая философия. Но что это значит для мыслей? Значит во мне имеется некоторый текст. Да? Во мне имеется некоторый текст, следовательно я существую. И если эффект какой-нибудь нам говорит, что человек это душонка, обремененная трупом, то в общем можно ведь и так сказать, что человек это тело, в котором живет тело, вероятно, бессловесная душа быть не может. И это более всего, наверное, сам датчат, медиатор будет, наверное, да, свеча, если, допустим, тело, это, ее такой жировой состав, вот, а текст это огонь на фитере. Да? Очень возможно, что это так. То есть это и есть текст тела и больше ничего на сне. И вообще на свете нет ничего другого. И вся это наша жизнь есть. Система, ну, что такое, вообще говоря, откуда мы знаем, что на свете существуют такие вещи, как там любовь, злоба, несчастье, милосердие и так далее. Большинство из нас редко встречаются с этими вещами в чистом виде, да, но мы, даже будучи молодыми, многое знаем про это. Почему? Мы знаем текст. Что такое отношение людей? В конечном итоге система текста, система ссылок, гиперссылок, соединяющих нас, другим людьми, система текста и буфера памяти. Смысл поступков одних и тех же резко меняется в зависимости от того, каким текстом они мотивируют. Чувства и добродетели и самые интимные переживания на самом деле заключенных текстов я приведу один пример, который я всегда привожу. Влюбленность есть в существовании в режиме диалога. Вы все время думаете с кем-то разговариваете, на самом деле думаете, как будто говорите с человеком. Так можно проверить, жизненный или нет. Если вы живете в режиме внутреннего диалога, значит, не делаем. Вот. Ну, текст это, короче говоря, человек, и когда вы его пишете, он должен быть вам равен. Он должен быть не ниже вас. Он должен быть таким же умным, как вы. Он должен иметь всю мощность вашего ума. Но когда вы его написали, это очень мразно. Он остается позади. Каждая написанная страница, такая бы она ни была, делает вас старше и умнее. Только она и учит вас следующим текстом. После каждой страницы человек становится немножко другим. Но она остается позади человека. Верх написав текст должен стать и становится всегда выше своего текста. Потому что текст имеет смысл писать, чтобы сказать самое главное. Даже если вы не знаете, в чем оно состоит. То, что сказано, уже не является самым главным. Самое главное не сказано никогда. из этого чувства все рождается. Ну тот же Пастернак в людях и положениях пишет. Вот все на свете описано, все сказано, кроме того, единственное чувство, которое вами сейчас владеет, вот это не сказано, вот это. Вот вы его пишете, как бы, да, и как укрепляя мироздание, потому что это непорядок, что вот, сказано, непонято, не что главное. Самое главное не сказано никогда, а надежда на то, что оно будет сказано, и желание, так сказать, самое главное, есть главный источник, основной источник энергии текста. Вот я думаю, что может на сегодня будет довольна, а теперь просто то, что я не сказал, вы хотели услышать, я скажу в ответ на ваши вопросы. Так, Спасибо за время. Да, пожалуйста. Ну, скажите, пожалуйста, по вашему опыту, как вы боролся с вот этим синдромом влюбленности в собственные тексты? Когда вы совершенно правильно заметили, когда текст очень нравится, чаще всего там что-то не так, но очень сложно от него отрешить. То есть хотелось бы, может быть, вы дадите какой-то совет, сравнивать вашу ответа, потому что это не сосудит. Ну, видите, есть такой совет, Бога был, дал, он в этом избирал, что утра это слишком быстро, может, на неделю, может, на месяц. Гоголь советовал отложить на год. А потом еще раз и еще раз, но это правда, потому что вы понимаете, что я делаю, вы же за это время станете умней, и тогда увидите. Просто это зависит от скорости вашего роста. Бывает, что на инерции, да, действительно, на утро не поймешь, но я уверяю вас, что уже через месяц вы смотрите, да, неужели, это я такая дура была, что это. Ну или как-то так, что-то вам каждый начинает казаться смешным, не таким, и так далее, просто за счет того, что вы растете, да, ну, или, наконец, а может, может, получится, и наоборот, я должен сказать, что вот иногда теперь, когда я заглядываю свои там, давнишние тексты, я думаю, боже мой, а сейчас бы я так не написал, какой умный был этот человек, и так далее, и так далее, и так далее, и все, да, до свидетелей. Хорошо, такой вопрос, как вы заканчиваете текст? Потому что вот, по моему опы, как раз противоположных проблем, все время не нравится, что ты пишешь, и хочется переписывать, переписывать, и как сказать, что это сделано? Да уж, да уж, но видите ли, в чем дело, все-таки, обычно, обычно вас, все-таки, заставляют время и объем, вот вы видите, все, что вы дальше не хотели, а эти проклятые пять тысяч, а как и с чем-то больше не поместятся, и более того, вот уже в 6 утра и в полседьмого газету отправляют и подряд. Значит, у вас просто нет выхода, и тут еще, помимо того, что довольны вы или недовольны собой, во-первых, нет выхода, хотя, конечно, это все ужасно, во-вторых, значит, многое можно спасти концовкой, потому что от страха, значит, спешки и так далее, у вас начинает очень быстро работать, и вы начинаете думать, как бы это так вот ловко, хитро закончить, чтобы никто не заметил, какая-то, да, что я написал, вот, и, в общем, тут есть довольно новая зависимость от этих первых концовки, иногда помогает, между прочим, взять первый абзац, поставить последним, чеку, так советую, или первую фразу поставить последним, или вообще, как-то так хитро вернуться в первую фразу, чтобы так это заканцевать, да, и, глядишь, шутка получилась, очень многое спасает шутка, потому что, все-таки, знаете, красивый текст, конечно, писать трудно, ну, умная, должен быть по определению, но смешно эти, гораздо труднее, если вам удалось пошутить, то, в общем, вам читать нельзя, это многое простит, ну, а совершенство же очень непристижимо, если все время помнить, что все равно, да, очень, это замечательно, что у вас, пока есть чувство, что, что, написал, такой, иудок, и так далее, и неудобно, и дайте мне еще полчаса, и так далее, это, я думаю, ну, правильное чувство, это значит, что, ну, вот это правильное чувство, это, когда человек, вот, все время чувствует, что, написал хуже своих возможностей, да, его возможности, на самом деле, лучше его текста, да, приходится с этим мириться, да, вот, все, петь ужасный позор, и так далее, а еще, когда потом вас смотрят на том, что он сделает ошибку, не дай бог, как я почти всегда со всеми цифрами, сколько мне стараюсь, вот, другого способа не знаю, пойдемте. Здравствуйте, у меня вопрос в догонку, а насколько важна, вот, внешняя критика вашего текста, вот, то, что вы сказали, допустим, ну, тут же какая-то тонкая грамя между тем, вы конструктивны, или нет, то есть тут же и влюбленность в ваш текст играет роль, и то есть как вы воспринимаете свой текст? Я поэтому и сказал, что Долтар это конкурентная среда, потому что, видите ли, в чем делать, ну, и причем в молодости, потом это все поздно, но, ведь есть какие-то люди, это гений, да, вот, гений, ну, Набоков, например, ему было достаточно, что его жена Вера Набокова читала его тексты, но это сматман, потому что она, да, она что-то там заметит, но она на самом деле читала его глаза, да, это не критика, вот, критика близких людей вообще не работает, потому что они боятся вас обидеть, они боятся вас обидеть, или они подложиваются к вам, они боятся вас обескураживаться, так далее, это все не годится, вот для чего и нужен институт ученичества, что сидят какие-то люди, завидуют друг другу, не думают друг друга, гадость хотят сказать, хотят принять друг друга, и так далее, и вот пока они еще молодые, и нежадные, и готовы проговориться, и так далее, вот, значит, собственно, только это и существует, давайте обсудим, вот, сели, обсудили, те, что раньше называлось в Советском Союзе, это было ликообъединение, давайте обсудим, вот все должны переругаться в дым, да, и это почему-то оказывается вам полезно, потому что, да, вот вы ненавидите этого человека, и знаете, что он вас ненавидит, и от этого, понимаете, в чем дело, вы же, когда вас хвалят, так мы все устроим, что когда нас хвалят, мы думаем, ну, 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 не то, ну, мы вообще склонны думать, что человек, который нас хвалит, он как бы глупее нас, а вот человек, который нас ругает, наверное, умнее, да, не может быть, и так далее, и это как-то помогает, это, это помогает, как, в конце концов, вы же привыкаете к тому, что вот этот человек придирается вот к этому, этот к этому, если он глупый, вы понимаете, что он глупый, но довольно быстро вырабатываются какие-то и общие критерии, и в том числе критерии ошибок, и какое-то противоядие против глупых придирок, и какая-то все-таки должна оставаться какая-то боль от настоящего вкуса, вот, пока эта боль существует, значит, вы еще способны учиться, мне кажется, так, внешняя критика здесь совершенно необходима, но вот именно такая, потому что настоящие критики тех, ну, что там говорить, когда он уже напечатан, на самом деле, ничто не может вам помочь, на самом деле, вы, когда вы в первую жизнь или потом вообще читаете свой текст в печати, это такая критика, само по себе, то, что вы его читаете уже на печатном виде, это стоит любой критики, любой рецензии, которую напишет по сторонам человека. Да, пожалуйста. Будьте любезны, назовите какие-нибудь тексты, которые вы можете назвать как тексты, понравившиеся вам за последние пароли, если таковое было, можно за последние петли. Неважно, в какой области, хотя бы описательные. Да. Я... Да. Ну вот, в той области, которая мне более-менее в последние годы была интересна, потому что я до, как мне признают, до прошлого года, до конца прошлого года, не в девятый, ну да, до конца 2008-го или 9-го года, короче говоря, делал колонку, я делал, которая потом закрылась, я свяжу до сих пор за политической, и за колонкой, да, я читаю, смотрю, кто делает это лучше всех. мне кажется, что... мне кажется, что на ресурсах, таких как грани.ру и ежедневный журнал, лучше всех пишут сейчас колонки, как мне кажется, у всех по этому ошибкам и недостаткам, не знаю, мне нравится, короче, говорят, как пишет Юлия Латынина, мне нравится, как пишет Радзиковский, мне очень часто, или вернее, ну, через раз нравится, как пишет Валерия Новодворская, это вот такая область. Мне очень нравится стихотворные тексты, стихотворные колонки, которые печатает в новой газете Дмитрий Бык. Очень нравится, ну, даже последняя, невероятно смешная пара олимпийцев, невероятно смешная, вот это тот случай, когда и стих блестящий, блестящая версификация, и нервная настроумная, очень смешно, зло и так далее, вот, например, это мне нравится. Мне кажется, что в области такой художественной, прозы мне было интересно за последние годы, ничто не было мне так интересно за последние годы, как тексты, русский полка, ну, вы мне сами сейчас скажете, ампир В, пили, 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 и даже последние, вот эти, пять П, да, последние политические, последние песни политических пигмеев, когда станут, и даже там, я вижу некоторые замечательные, у него плохие предложения, у него плохие предложения, с этой точки зрения, он плохой писатель, у него замечательная, генеральная метафора, так сказать, всегда, у него замечательное воображение, очень гердкое, и он находит для, генеральная метафора, это такая, значит, вот, для всего вокруг найти некоторый обобщающий образ, он умеет это делать, и я, так сказать, этим смещаюсь, Ну, какие же еще, сейчас я еще вам скажу, а может быть этого достаточно, ну, кроме того, уже еще разные поэты существуют, в общем, есть еще, ну, что мы можем назвать. А в сфере музыки кого-то, может быть, из наших рокеров или что-то такое, или кто-то считает, ну, вы вообще прислушиваетесь к этим людям, которые вот через музыку выражают? Да, я прислушиваюсь, и мне кажется, довольно блестящими текстами Михаила Щербакова и довольно блестящими текстами Тимура Шалова, вот, из тех, кого я знаю в последние годы. Я, правда, правда там есть вот это странное, я не могу, на самом деле это требует объяснения какого-то, я не могу понять, почему очень часто эти же самые тексты, которые мне так нравятся, когда они их поют, на бумаге хочет выглядеть какими-то обесцвеченными, не понимаю, не могу теоретически объяснить. Но когда они их поют, бывает, что очень нравятся. Да? А вот, интересно, ваше мнение к такому вопросу, вот известно, что последнее свое произведение Набоков писал, уже будучи очень больным, в больнице, там, на каких-то карточках, да, и, в общем, завещал никогда его не издавать и не публиковать. Тем не менее, прошло какое-то время, там, под натиском поклонников, все-таки произведение было опубликовано, по-моему, даже его сыном, то есть, кем-то из его ближайших родственников. Ну, как, в общем, тоже такое общественное достояние. Вот, что вы думаете по этому поводу, и насколько в данном случае вам кажется необходимым уважать волю автора, или это действительно уже принадлежит больше, скажем так, народу и вообще миру? Я думаю, мне очень понравилось то, что сказала Елена Цезаревна Чуковская в беседе с этими женщинами, как они там называют, школа злословия, они говорят, ну как же так, неужели бы вы действительно уничтожили там текст вашей матери, если бы она велела? Или там, конечно, ну как же так, а так, если бы Макс Гротт так поступил с Кавкой, то что бы мы делали без Кавки, он сказал, это ваши проблемы. Да, во-первых, в данном случае, этот сын, ну что поделаешь, он же глупый, он певец, он был такой прожигатель жизни, авиатор, певец, я даже немножко с ним знаком. Это всё уже такая смесь коммерции, глупости и рекламы, потому что текст этот, собственно говоря, совсем не текст, это начало текста, и замечательного в нём ничего нету, и всё это раздули люди, которые видим, ну видим на этом что-то и заработали, но это, я не знаю, кого можно обмануть, только деньги какие-то отмыть. Потому что всё равно любой человек, заглянув в этот несчастный, вовсе даже не роман, а набросок главы романа, ничего там такого нету, ради чего стоило бы вообще заводить этот разговор. Сказал сжечь, надо было сжечь, в данном случае, да, у нас рука не поднимается, это барбарство и так далее, пусть лежит себе в архивии, исследователи работают, может быть придумают что-нибудь важное, проникнут тайны его гениальности. А зачем же делать, ну если человек не хотел, чтобы этот незаконченный текст кто-нибудь читал, зачем же насильно печатать, пользуясь тем, что он мёртвый? Нехорошо, это в общем отношение к мёртвому, нехорошо, насилие над его волей, неблагородное, мне кажется. Слушайте, пожалуйста, а как Вы относитесь к переводам? Есть достаточно распространённое мнение, что никогда невозможно выбирать по тексту? Ну я не знаю, тяжелее, но знаете, я думаю, что это, мне невозможно людей, которые правы, но людей гораздо более, получивших на их счастье, гораздо более высокое образование, чем я. У меня тоже были такие однокурсники, которые с детства занимали бон, я не знаю, 3 или 5 языков, но лично я, например, всю жизнь воспитывался, я так потом сделал не то, что я сделал себе из этого некоторую гордость, но я себе сказал, что ну да, да, правильно, я не являюсь своим современником, я человек и подпит при продукции. Я знаю очень много, знаю живопись по плохим продукциям, потому что хорошие альбомы с хорошими были иностранные и стоили очень дорого. Я знаю мировую литературу, главным образом по переводам, ничего не проделаешь. Я думаю, что человек же не может сдать все языки, хотя и более того, я убедился, это единственное, что меня утешало. Я знал людей, которые знали 10-20 языков, вот, и я убедился, я не знаю, как это в других случаях, но в моей сфере, вот, в филологии и так далее, почему-то чем больше человек знает, тем меньше понимает. Не знаю почему нет. Вот, действительно так. Поэтому я думаю, что же делать, я же не могу выучить, ну да, это все отговорки, но не важно. Я хочу сказать, что очень многие вещи, я знаю, в периодах, ну что, ничего, да, в тусклом отражении, но все равно как бы я жил без Бекфита, вот, пускай там вот так перевезем, и даже Джойса. Но есть вещи непоправимые, например, Герте по-русски, Герте по-русски не читается. Я не знаю ни одного, никогда не видел ни одного человека из русских читателей, который любил Герте и даже понимал, почему он великий писатель. Вот не чувствуем, и все. Невозможно. Гейна мы чувствуем, а Герте не чувствуем. Не повезут, да, с переводом. Точно так же они не могут переводить. Пушкин тоже, им кажется, ну, такой, нет же никакой зазубрины. Такая ровная, гладкая поверхность, ну, как, почему гениально. С некоторыми авторами не везет. Некоторых, наоборот, понимаешь, даже в переводе, вероятно, вероятно лучше, чем гениально. То есть я, в общем, все равно считаю, что, как сказал Пушкин, переводчики эти почтовые ложки и просвещения, и без них абсолютно, абсолютно невозможно, и слава Богу, что они действуют. Спасибо. Да. Хотел бы вернуться к началу вашей лекции. Допустим, действительно, не помогают, когда наутро смотришь на собственный текст, он остается таким же привлекательным. Такое какое-то время. Можно найти какие-то правки, но текстов хуже не становится. Не является ли это графоманией, какое определение вы дадите этому термину? Вот почему, может быть, вы просто хорошо написали. Может быть, я просто предостерегаю, что это может быть фан-шоу, да? Ну, когда самолюбомания будет превыше самокритики, да, текст хороший. Может быть, что такое графомания? Графомания – это все-таки отсутствие самоконтроля и самообладания. Это, мне кажется, что… Как это сказать? Главным образом, все-таки, мне кажется, что графоман… Ну, так физически я графомана у знаний и еще, бывает, что больного человека. Это еще сложнее, знаете, вот, скажем, шизофрения, она в небольших размерах, на небольшом пространстве текста, она неотличима от, очень часто говорят, неотличима от таланта. Маленький рассказ, написанный шизофрения, бывает, просто воспринимается как талантливый рассказ, и очень может быть, что это одно и то же, в небольших пределах. Но, этот же человек, с этим же диагнозом, на моей стороне она пишет, не маленький рассказ, а начинает писать полость, или роман, а его к этому обычно тянет, вдруг тянется, начинает расположиться, как, знаете, облако под руками, не держит, но держит форму, да. Вот, и тут вы видите, что, да, с этим человеком все в порядке, и болезнь уже здесь не выдержит таланта. Вот нечто подобное, отсутствие самообладания, отсутствие какой-то, я не знаю, кристаллической формы в предложении, неспособность отличить свое от чужого. Отсутствие, видишь, что отсутствие критики, ну, вот, отсутствие, внутри человека, когда он пишет, отсутствует критика по отношению к собственному тексту, или, как научно говорится, рефлексия. Ну, одним словом, это же, ну, понимаете, тоже, пожалуй, предмет для лекции, и, ну, есть же, есть интересные предметы, например, вот, был такой философ Ламброза, который писал о, значит, ну, о девиантном поведении, о девиантных типах, о преступниках, о графоманах. Вот он, например, выделяет, это действительно правду. Вот как узнаешь графомана сразу, в первую секунду, когда он пришел и дал тебе рукопись? Очень просто, вот здесь у него просто, знаете, вот такая степень, обложка, все переписли, но здесь такая гневеточка, написан, допустим, герой нашего времени. И еще так подчеркнули, а на первой странице вот одно слово так подчеркнуто, другое выделено большими буквами, третье еще как-то разрисовано, это потому что у графомана, у него не гибкая внутренняя, вот именно гибкая внутренняя интонация, она монотонная. Он никак не знает, не знает, как решить эту проблему интонации, и поэтому на всякий случай он подчеркивает слова, он их физически как-нибудь выделяет, чтобы вы не приняли одно слово с другой и так далее. Ну, много таких примеров, но я думаю, что, в общем, ну, то есть это опять же целая лекция, и я думаю, что очень специальная, и не дай вам Бог знать тоже какие, и не надо об этом думать, потому что, ведь это же как в медицинском вузе, когда расскажешь про болезнь, начинаешь думать, что, слушайте, начинаешь думать, что, ой, по-моему, уже третья стадия. Но, в общем, все-таки это, как бы сказать, ведь, с другой стороны, если просто считать, что желание, желание писать текст есть графомания, то все мои графоманы, это нормально. С другой стороны, есть дилетантизм, некоторые безответствия, профессионал или непрофессионал, а просто нормальный пишущий человек, это некто, кто удерживается на этом золотом сечении, на грани между графоманией и дилетантизмом, так я думаю. Да. Если можно, еще вопрос о том, об объеме. Вы говорили, что в начале работы хорошо представлять себе объем текста в начале, просто хочется запомнить. Если этот объем начинает расползаться, отвечать, увеличиваться, имеет ли смысл жестко сечь все это? Или стоит позволить им тексту расшириться? Смотря, понимаете, в чем дело. Смотря, что получается, если этот объем вы задали себе сами, то, конечно, вы имеете право все перепланировать, и есть такой, текст пишет себя сам. Текст пишет себя сам, и это очень хорошо, значит, у вас так здорово получается, что мысль идет, вам не нужно придумывать. Это очень хорошо, причем в обоих случаях. Если он кончился раньше, значит, он кончился раньше. Если он требует продолжения, значит, он требует продолжения. Но, понимаете, я довольно редко с этим. То есть вот сейчас, когда я пишу какой-то длинный текст, я вынужден считаться с текстом, он не хочет помещаться вот так, как я думал, и у меня, ну ладно. Но обычно пишешь по заданиям, и хочешь ты, не хочешь, умнее ты этого текста, у тебя, может, еще прекрасно, впереди еще две замечательных, гениальных страницы, ты бы мог еще написать над тебя, красили эти три. И больше не помещается, и ничего не придет. Можете оставить для себя. Ну, в общем, это уже решается, как говорится, в рабочем порядке. Мои книги, сейчас скажу, одна из тех, что, понимаете, они выходили довольно малыми тиражами, поэтому из тех, что, значит, можно и все купить, одну, видимо, можно купить в Москве, она называется «Такой способ понимать», но она уже позапрошлогодняя. Но все-таки, как я знаю, она в издательстве, там, в подвале где-то гниет. Вот. Она называется «Такой способ понимать». А другая более доступна. У меня я несколько лет работал, как такой литературный критик-филитонист, под маской, придумал себе такого персонажа, молодого человека. С-Гидроид, его звать, фамилия моей матушки. Семь лет это продолжалось, и за первые четыре года, за первые три года это удалось собрать, журнал «Звезда» издал. С-Гидроид 47 ночей называется, и она продается в журнале «Звезда», на Моковой улице, Моковая 18 или Моковая 20. Прямо в редакции продается, книжка Гидроид еще там, в результате, вспомнил, наверное, осталось. Вот. Больше денег подается. Спасибо за вопрос. Я тоже хотел, чтобы меня об этом спросил. А эти ваши работы можно также, в принципе, в журнале «Звезда» найти? Да. В принципе, можно. Хотя они, понимаете, так делали странно, что в журнальном зале, именно на своем сайте, они одно время, по крайней мере, вот эти мои тексты не выкладывали, думая, что, значит, ага, как каждый прочитает в интернете, а так пойдет и подпишется. Но этот расчет их, конечно, не оправдался. Еще кто-то хотел у меня спросить? Да, пожалуйста. Когда мы собираемся в интернете, мы следуем особо и свои системные координаты. Мы пытаемся отнести свой опыт, свои знания и витам текста друг у читателя. Через некоторое время система изменяется. И доверие, которое сложилось к автору, не может потеряться у читателя. Как ему допустить недоверие? Ну, собственно говоря, а зачем нам это доверие? Можно завоевываться каждый раз заново самим текстом, если вы пишете… Собственно говоря, даже это не так важно. Вы должны быть такой, какая вы сейчас, а не какая вы были в позапрошлом году или в позапрошлом тексте. Мне кажется, что адекватность для самой себя, вот эта идентичность, она важнее. А читатель, если он умный, он это поймет. А если он глупый и привык, что вот эта женщина всегда пишет вот так, а теперь стала писать так, что это с ней случилось? Что делать? Мы потеряли этого читателя. Может, приобрели, что он другого по умнее. Как это еще можно сделать? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то упражнения, кроме чтения, которые вы могли увеличить словарный запас? Я столкнулась с тем, что есть шаблонность мышления, и в текстах употребляются только определенные какие-то слова. Да, конечно, это правда, манификация, я об этом говорю. Да, конечно. Ну что значит упражнение? Нет, я говорю, что это не упражнение. А вот этот самый, я говорю, ну знаете, в интернете вы можете найти этот текст, который называется «Список Броксского». Ну те 70 или 80 книг, которые должен прочитать каждый. У меня тоже есть такой собственный список, который я даю своим ученикам, как дополнение. То есть, в общем, 100 книжек надо прочитать, причем желательно в широком диапазоне. Ну вот, например, я считаю, что для словарного запаса, мне лично, так бы сказать, бывают такие необходимые тексты, которые я так и начачаю. Я всегда, например, протопов Аввакуум, житье протопов Аввакуума, вот просто вот читаю, вот так, да. Потом обязательно и очень было бы хорошо каждому, мне кажется, человеку, пишущему по-русски и даже читающему по-русски, вообще-то было бы неплохо хотя бы Евангелие прочитать по-церковно-славянски. Это, вообще-то говоря, не трудно совсем осваивать все очень быстро, вот, и это до чрезвычайности как-то вот расширяет вашу языковую интуицию. Чрезвычайно хорошо читать такие словари, как латинские крылатые слова, и еще есть двухтомные слова иноязычных выражений, потому что там, это такая внутренняя система возникает в гиперсциллах, у меня просто замечательная. Потом очень хорошо читать второстепенную прозу 19-го века, вот второстепенную, не великих писателей, которые, вот, пишут такими уже насквозь сверкающими словами блестящими, все вы их даже как-то не чувствуете, а всяких таких маленьких, небольших, Мельникова, Печерского, какого-нибудь, да, я не знаю, Писемского, Левитова замечательного писателя, Левитова просто очень хорошего, Стрецова, это очень почему-то вот не учит ни в школе, ни в этом, там, конечно, надо читать, конечно, надо читать стихи, все время надо читать стихи, в том числе и современные, ну, вот, и что же там еще-то надо, из полезного-то было бы, вот такие есть люди, которые играли очень словами даже и в 20-м веке, ну, например, Борис Шергин, такой писатель, сынный, Аркан Благородский, такой писатель, вот, исключительно, исключительно полезный для расширения языкового, языкового чувства русского, русскодумающего человека, да? Скажите, пожалуйста, вы думаете, у текста есть пол? Вот вы сказали текст, как у человека, то есть можно ли понять по тексту, кем он написан, мужчина или женщина? Это очень хороший вопрос, очень хороший, потому что мы же спрашиваем не о том, что там в глагольной форме просят все хуение, да? А вот я думаю, я всегда вообще играю даже сам с собой, пытаюсь определить для себя тембр, а тембр голоса в тексте, да? Вот кто, как, по-вашему, можно припомнить какое-нибудь стихотворение, написанное басом? Как правило, лирики тенора, да? Очень интересно. Вот, и самый низкий голос, который я слышу в русской прозе, вот низкий такой, как фагот иногда, и то скрипучий немножко, это у Салтыкова, скажем, да? У Достоевского всегда, да, высокий, почти фальцет, срывающийся. Это очень интересная игра. Так вот я что хочу сказать? Пол? Нет. То есть можно, конечно, второстепенно это можно, есть и по некоторым приемам, и по некоторым интонациям. Но мне потому понравился ваш вопрос, что в идеале, мне кажется, текст есть голос, текст есть, как я и говорил, есть голос, непосредственный голос ума, звук вашего мозга, да? И этот звук он пола не имеет. И, понимаете, бывает, даже можно привести такие, по крайней мере, у меня есть такие внутренние примеры, когда, вот я знаю, что вот этот текст, он почти непроизносим человеческим голосом, как утрозвук. Вот я об этом писал, между прочим, в какой-то работе про Анча, Пушкина. Ну, вот у Пушкина иногда бывают такие строчки, что, значит, их нельзя ни тенором, ни баллосом, ни баритоном, ни один артист не может прочитать, потому что они вообще не рассчитаны на человеческий голос. Они произносятся каким-то сверхголосом, да? Вот когда вы переходите в этот инфразвук, да, или ультразвук, я не знаю, как правильно сказать, вот, физически, вот, не имеет никакого значения. Язык. Ролан Барт говорил, язык – это принуждение, поскольку в языке есть классификация, времена, отдельность, творение и так далее. Испытываете ли вы такое давление, ограничение языка, как с ними работать, как с ними смещаться, не знаю, понятно ли я пишу, спасибо. Ну, понятно, я пропустил этот, так сказать, аспект, потому что, ну, что значит, я, я бы сказал, да, понимаете, язык, он тоже требует своего, потому что он такая же сущность, как ум, но такая же вечная, но другая, да? Вот, и у него свои требования, ну, например, причем иногда очень примитивные у него требования, но он желатый. Вот, например, поэзии, он ведь вообще-то, да, ему воли языку, ему ведь на самом деле в некотором роде почти что все равно, какую там мысль говорит поэт, а ему надо, чтобы вот все согласные и гласные звуки, вообще, чтобы все звуки располагались на сильных позициях. Вот, ему нравится, чтобы, значит, если это губной, то это губной, если это гласный, то это сильный гласный и так далее. Вот пример приведу, почему люди не все понимают, что Николай Алексеевич Некрасов великий русский правитель. Ну, что там, значит, пел какие-то страдания народу, у самого был лодочный завод, птинислим, не имеет никакого значения. Ну, вы, как это, сейчас, смотрите, непрочно, вы, слушайте, так, насморк, вот этот губнозубной, вот этот вот ноющий, этот звук. «Непрочно все, что нами здесь любимо, что день сдаем в могиле мертвеца, зачем же ты в душе неистребима, мечта любви не знающей конца?» И так все время, обмороз, красный нос и так далее, и вы думаете, что гласные стоят вот там, где… Это, кстати говоря, характерный аргемент вот именно русской поэзии, особенно такой не петербургской, петербургской, особенно золотко-северненного века, там больше… Больше вот углом, например, очень важно, чтобы гласные стояли так, чтобы они открывались во всю жизнь. Язык, певы и поэт, и поэтому вот эти все «заум», так называемые «хлебники» и так далее, они же в эту сторону работали. Там как-то «бэо-бэо» пелись губы и так далее, вот это вот, чтобы губам, чтобы нёгу, чтобы зубам, чтобы абиолам, чтобы им было просторно, вот чего хочет язык. Но на самом-то деле он же не может так, потому что в стихах нужно все-таки так расставить смыслы, чтобы эти звуки попали на сильные места. И тот поэт, и тот великий поэт, который даст. Это, во-первых, чего он хочет, это он хочет от фонетики. Во-вторых, он язык, он ведь хочет проявиться в бесконечном разнообразии интонаций. Вот почему он требует от нас разных предложений. Он не даёт написать монотонно. Вот он, чтобы речь была живой, она должна быть интонирована, чтобы она была интонирована, вы должны вертеть предложение и так далее. И это есть, нет, это не ограничение языка, это требование языка. А, понимаете, трудность в чём? Трудность в чём? Что, на самом деле, в чём трудность? Что слова, они ничьи. Вы хотите выразить себя, да? Вы хотите описать, ну как, вот как описать лицо человека? Посмотрите, на самом-то деле, у самых больших писателей, ну ничего, это всё условно, шутки. Когда нам говорят, ах, Толстой, какой он мастер, как замечательно, он Каренина изобразил. Да, написано, что у Каренина торчащие уши. Несколько раз повторяется. Но это игра с читателем, это шутка билитеристическая. На самом деле, попробуйте описать лицо человека так, чтобы его увидел другой человек. Это невозможно, потому что слова, они же ничьи, они ничьи, и они отскакивают от поверхности, они не передают чувственное, они не способны передавать вроде бы иррациональное. Но тут у нас есть большое счастье, а именно, то есть у нас, у людей, большое счастье с текстом, которое состоит в том, правда, это тоже только исключительно, может быть, моя теория, но я вот взял когда-то такое определение, что поэзия есть речь, похожая на свой предмет. И действительно, если, вот в самом примитивном смысле, вот если человек пишет стихотворение про блещущую листу, вот как-то так все-таки, если он гений, вам удается увидеть эту блещущую листу, потому что сам текст похож на блещущую листу, или на идущие волны, или на что-нибудь еще такое, или похож на эту женщину, которую вы хотите описать. То есть на ваши чувства, на ваш умопостигаемый ее образ, да, то есть текст способен, на самом деле, передавать и чувства, и рациональность за счет того, что он может уподобиться чему угодно. Но это уже, во-первых, достояние гения, и во-вторых, конечно, гений еще должен быть для этого мастером. Ну, вот опять скажу параллельночку Шварцера, что я тут в этой книжечке прочитал, вдруг деревья смотрят вверх руками. А там, ну так, как часто у меня бывает, там такое есть всегда движение либо за пределы Вселенной, наоборот, оттуда, а там, в общем-то, наоборот, взгляд падает оттуда, как метеорит летит. И вот если смотреть сверху, с падающей звезды, деревья смотрят вверх руками, сразу это увидели. Но это увидели каким-то образом, хотя это, казалось бы, невозможно. Внезапность и уместность уподобления – это чрезвычайно мощный, содержащийся в языке ресурс, так сказать, гениальности для текста. Можно еще? Да. Вопрос, вот исходя из ваших, ну, не знаю, может быть, это я не очень хорошо просто понял, складывается такое впечатление, что для вас язык, речь – это вещи вне людей. Первую, точнее, они вне людей, но их носителями является, ну, вот, что-то люди. И они не порождаются людьми, они вот как будто лишь поддерживаются. Ну, знаете, я, конечно, абсолютно не философ, не метафизик, но мне кажется, что существуют же языки, пережившие те народы, которые их созданы, правда? Есть тут такие языки. Значит, язык, как минимум, гораздо более долговременная сущность, чем, ну, даже народ. Что же говорить об отдельных людях? Так что тут, вообще-то, так или иначе, ну да, мы же его выдумаем. Не нам судить, ну, во всяком случае, не нам судить, но язык не является нашим произведением. Мы мало что можем сделать в нем, на самом деле, и счастье, если нам удается изменить в нем хотя бы однажды порядок слов и написать такое предложение, которое запомнится. Правильно? Ну, то есть, это все-таки, получается, некая дополнительная сущность? Да, некая сущность, обладающая самостоятельно, самостоятельно бытие. Да. Можно еще такой вопрос? Как вы относитесь вот к этим многочисленным попыткам изменения русского языка, реформированные вот эти все правила, которые меняются бесконечно, грамматиками? Честно говоря, я никак не отношусь, я на моем веку были, все эти реформы, кто-то, они все время спорил, и так далее, я никак не отношусь, практического значения это не имеет. Я все равно буду писать кофе в мужском роде, хоть, по-моему, вы, значит, убейте, а, значит, ну, пускай делают, что хотят. В общем, видите, все время наблюдается некоторый призом, что культура распространяется вширь, она все время немножко понижается. Это неизбежный такой процесс, и, ну, надо держаться и говорить, а я вот буду, ну, я не знаю, что, вот, люди Корнея Мючковские сколько раз говорили, что большой дом надо писать большой дом. Там большой, там, большой, там, большой буквы, а дом с маленькими. То есть, это большой дом, большой дом, большой, большой буквы, и дом с большой буквы. Ну, там же так считают, крайне, и все. Ну, и так далее. Это, я никак не отношусь, я смотрю. Давайте последний вопрос. Давайте. Ну, пусть, да. Очень удивился, когда вы рассказали о том, что зачастую на работу с одной стороны за текстом ходят целую ночь, и вы рассказали как пример к тому, что легкость написания должна настораживать. Мне для себя казалось, что как раз вымученность губительна. Так вот, что, где баланс, что важнее, вдохновение или вымученность? Ну, вдохновение, конечно, гораздо лучше, чтобы говорить, вдохновение так помогает. Так что, не спор, а я просто говорю про свой собственный печальный опыт мне. Иногда бывает, знаете, как страницу на фиш подряд, а потом над переходом к следующему абзацу или над порядком слов в последнем предложении думают часами. По разуму бывает. Я бы… Это можно назвать и вымученностью, но… А можно и перфекционизм. Ну, я не знаю. У каждого же это так индивидуально. Это все-таки… Насколько мы физически разные. С разной скоростью думаем, с разной скоростью пишем, разный встретим самоконтроль, различный опыт и так далее, и так далее. Я, например, не могу себе позволить, чтобы в тексте на пять тысяч знаков у меня одно и то же слово было написано два. Не могу себе позволить. То есть я сижу и думаю, теперь вот мне все труднее вспоминать, какие же еще бывают слова. Вот. Но я все-таки не напишу одно и то же слово «важно» на протяжении низких страниц, а когда длинный текст, трудно это все. Вот. Поэтому я ставлю себе такие задачи. И, ну, какой-нибудь французский писатель… Привет! Вдруг ставит себе задачу написать длинный текст без какой-то… без такой-то гласной, без такой-то согласной. Даллахов ставил себе какие-то нелепые задачи, что-то вроде того, что… Как же это там… Каждое слово начинать с другой буквы, что вообще невозможно, буквы всего 30, слов все-таки настроиться больше. Ну, у нас такие были один день сумасшедшие. А потом как-то их оправдывает или не оправдывает результат, который нам при жизни, как правило, еще и не удается узнать точно. Но если вдруг внезапно сама написала статья «Прекрасно, легко, одним движением», стоит ли начинать искать правильность? Нет! Нет! Не медленно двигать! АПЛОДИСМЕНТЫ